Я нашла в сети вот такую вот смешную таблицу, как меняют картины купания красного коня, нашего Петра Водкина, нашего замечательного художника, как меняют разные стили. Как бы вот представить, как бы художники, которые приверженцы того иного стиля, его, значит, изобразили. Это немножко такая вот легкая, слишком шуточная такая вот таблица, но какое-то представление она дает. Вот этот замечательный красный конь читается даже по некой версии, что всадником является молодой, юный Набоков, наш гениальный писатель русский. И вот теперь стили, как бы вот эта картина была бы вот изображена в стиле классицизма. Это вот такой серьезный, суровый такой стиль классицизма, к которому на смену пришел реализм и романтизм. Далее импрессионизм, игра света, тени, такая некая раздробленность пространства. Ну, все мы знаем художника в данном направлении. Сюрреализм, Слевадор Дали, фантазия, подсознание, игра с формами, конструктивизм. Это все красный конь, как бы вот конструктивисты это изобразили, конструктивисты это у нас Малевич, Родченко, поп-арт. Поп-арт, основоположник Энди Орхол. Вот там даже всадник держит его знаменитую, там то ли пепси, то ли кока-колу, то ли там с фасолью, как он вот любил изображать. Я хочу вам сказать, что я потом расскажу о стилях подробнее. Вот примитивизм. Хочу заметить, что стиль правитимизма – это не то, что художник не умеет писать картины, не профессиональный. Это упрощение, это делают многие профессиональные, в частности художники. Гоген, некоторые его работы. Потому что на протяжении художественного процесса, творческого процесса, художники меняли свой стиль. В стиле Гоген, Шагал. Вот, собственно, я собираюсь вам более подробно это рассказать в следующих уроках про стиле. Вот, спасибо. Продолжение следует...